Рак, перископ, майки, точка орг, заходи на страницу, не пожалеешь, бро, тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов, выражай себя в принтах и дари подарки близким, контроль качества, ты не будешь в зоне риска, окей, ты еще не понял, заходи, тут ссылка в описании, это лучший магазин, бау. Мне тоже нравится, четко, да? Я планирую вот так двигаться отныне. Вася! Привет, расскажешь, что случилось с Гуфом? Нет. Не расскажу. Зашел сюда посплетничать, ты ошибся, больше я вообще ничего не буду говорить. ни за кого, нигде, поскольку есть люди, которые записывают мои прямые эфиры и выкладывают их на Ютуб, еще и ко всему в хуём качестве. Мне не нравится такая фигня, что это за хрень? Ну да, ты спрашиваешь меня о хуйне какой-то, чё с Гуфом? У старого Джи самочувствует по ситуации. А если вы хотите уточнить что-либо, вы напишите ему личное, я не буду передатчиком по поводу состояния Леши. Он жив, самое главное, он наш друг, и независимо от того, как смотрят на это все в социальной сети, он им остается. И знайте, что говна в человеке не настолько нет. Молодец. Интерес именно, что с Гуфом случилось? Пиши конкретно. Тебя интересует его здоровье? Ты беспокоишься о его здоровье? Это одно дело. Окей. Я тебя понял. Твои интересы не хуйня. От души. Знаю, что это не так, но почти за... Правду. Что с Гуфом? На этот вопрос я отвечать больше не буду. Дабы не провоцировать всяких любителей записи. С Гуфом знаю только то, что... Знаю только то, что беспредел произошел, как бы. И, к сожалению, у нас не было рядом в этот момент. Не было людей, у кого было оружие. Не было достойной охраны. И произошел беспредел. Люди скоропостижно скрылись, просто дав ему... На самом деле, относительно небольших пиздюлей. Биги. Честно, я биги больше не пищу. Вот. Больше я не буду ничего рассказывать, потому что всякие дауны реально записываю эту хуйню. Ну, потом, короче, постят это на Ютьюбе. В дерьмовом качестве. И вообще, это не очень красиво. Я это здесь не для этого рассказываю. Если я захочу пойти дать интервью, чтобы его где-то разместили, я буду в другом свете все рассказывать. Каково писать заявы? Вот мое отношение к этому следующее. Значит, если бы это люди были из мира, из нашего, да, из рэперского или из какого-то... не олигархи, там, миллиардеры какие-то, то это был бы один разговор. Если бы это были там какие-то люди, которых ты знаешь, и с которыми ты можешь разобраться, и ты знал бы, что они не сделают то же самое при этом, это один разговор. А когда это незнакомые люди, то просто элементарная ответка от Леши могла бы обернуться ему абсолютно таким же исходом. Он не знает заказчика, не знает вообще, кто заказывал этот корпоратив. Просто влиятельный человек позволил себе рукоприкладство. Соответственно, он себе исполнил, там, что-то решил, и после этого он просто убежал от него, да. Никто не знает его, кто он такой, что он, конечно. И знаю, что очень влиятельные и состоятельные люди. Как с ними бороться? С ними бороться только по их правилам. Если этот человек имеет отношение к госслужбе, там, или еще чему-то, по-иному, как ты будешь разруливать? Вот ты мне скажи, гангстеры, объясните мне, пожалуйста. А если ты заяву пишешь на мусоров, тогда ты кто? Скажите мне, если ты пишешь заяву на мусора, тогда ты кто? То же, а ты откуда знаешь, что заказчик не мусор был? Кому ты пойдешь, что делать? Или просто схаватят? Посему немножко ситуация неоднозначная. Я вам скажу так. Пиздеть, не мешки ворочать. А когда ты оказываешься в положении подобных, происходят вещи, которые не от тебя зависят? Каких пацанов он написал, о чем ты вообще говоришь? Ну, тогда о том речь, как бы, никаких там не было пацанов, там был какой-то непонятный тип вообще, которого никто не знает, никогда не видел. С охраной, с кучей охраны позволил себе там, ну, короче, какая-то хуйня, нездоровая абсолютно. Выглядит вообще как заказная постанова, вот, поэтому, я не знаю, ну, не на пацанов, да, да, я понял. Короче, вот так. Посему, да, вы успокойтесь там, а то многие люди умничают, там, пишут, бля, мусорнулся и чё, ещё чё-то. Чего, бля, ты, короче, вообще там, нельзя писать вообще ни на кого. Ты не шаришь вообще. Ты не сечёшь просто вообще. И у тебя не было в жизни ситуации, когда тебе приходилось бы писать на мусоров заяву. Вот тогда бы ты понял, о чём речь. И это не считается западло, ни по каким понятиям. Я вообще, как бы, отношу себя к человеку и живу по людским понятиям, поэтому никаких тут мурчающих там урок тут нету. Воров в законе, тем более. Если говорить просто по-людски, да, что если тебя пришли и прессанули люди, которые есть в должности, где-то прямо в аппарате или ещё что-то, с ними надо бороться таким же способом, как они будут бороться с тобой. Ты не можешь ничего сделать. Ты не можешь его избить. Ты можешь причинить ему какой-то физический вред или там, я езжал, подкараулить и ёбнуть его. Или быть уверенным, что он не сделает то же самое. Тебе за это намного больше придётся нести ответственность. Посему вот так. Их же способами... Как с ними ещё бороться? Их же способами. Ну, типа того. Ну, вот поэтому, как бы, люди и пишут на них заявок. А тут неоднозначно абсолютно. Не лезть тогда никуда. Куда лезть? Кто лез куда-то? Кто лез, то куда? Хорошо. Давай я так тебя спрошу. Представь себе ситуацию. Сегодня ты с друзьями едешь на шашлыки. Вас принимают опера. Уголовный розыск. Стреляют, по-моему, после собирают... Стреляют травматическим оружием. После собирают все гильзы. Вытирают все пальчики и похищают одного из ваших. И после привозят его домой. И хитят у него там порядка миллиона рублей из дома. А потом отпускают. Что ты будешь делать? Умник. Давай скажи мне. Скажи, как ты будешь бороться с этим? В данной ситуации есть подразделения СБ, да? ДСБ всякие, короче, конторы, которые занимаются расследованием преступлений в МВД, короче. У служителей закона и так далее. У них специальные должности. Короче, я понял. Мне интересно это слушать хуй, если мне вообще все равно. Короче, суть в том, что бороться с этим можно только и же способом. Так что заяву писать на пацанов, с которыми ты стиле подрался за что-то и получил пиздулей, это одно дело. А писать заяву на людей, которые выше тебя в социальном положении и имеют больше связи, от кого ты будешь здесь помощи ждать. Вы смотрите кино очень много и делаете выводы из всякой поверхностной информации, скажем так. Но никто не попадал в это, чтобы действительно анализировать здраво, понимать вообще всю эту бичь. Смотри, короче, ты что, сидевший, что ли, или что? Да каких тысяч подписчиков? У меня половину накручено, да. Тупо ради того, чтобы свайпап можно было сделать. Вот эти все, блядь, те, кто рассказывают там за принципы, больше всех там, в частности, люди, которые сидят там в тюрьме, я не буду говорить, что все, да, но очень много людей, которые говорят за то, что там... Ладно, это на самом деле не моя тема, поэтому я не буду углубляться здесь сейчас. Послушай, я тебе еще раз говорю, если ты в курсе за эту тему, тогда ты должен знать, что на красных писать заяву можно. А если этот человек при погонах был, он узнать это как может, если он себе позволяет людей в клубе бить. У него может быть присвоено звание, причем заработка. Короче, у меня сейчас сядет телефон, я выхожу из эфира, тем более мы переходим к бороде. Все, давайте, связь, короче, всем доброго.